Глава двенадцатая «Боренька!» — сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по усланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухова. «Боренька!» — сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына. «Будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, мой дружок, будь мил, как ты умеешь быть». «Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения», — отвечал сын холодно. «Но я обещал вам, и делаю это для вас». Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном, которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между рядами статуй в нишах, значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого ему годно, княжон или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже, и их сиятельство никого не принимает. «Мы можем уехать», — сказал сын по-французски. «Мой дружок», — сказала мать, умоляющим голосом, опять дотрагиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокаивать или возбуждать его. Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать. «Голубчик», — нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару. «Я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен, я затем и приехала, я родственница. Я не буду беспокоить, голубчик, а мне бы только надо увидеть князя Василия Сергеевича, ведь он здесь стоит, доложи, пожалуйста». Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся. «Княгиня Друбецкая, князю Василию Сергеевичу!» — крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке. Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрела в цельное венецианское зеркало в стене и бодро в своих стопанных башмаках пошла вверх по ковру лестницы. «Мой друг, ты мне обещал!» — обратилась она опять к сыну, прикосновением руки, возбуждая его. Сын, опустив глаза, спокойно шел за ней. Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покое, отведенные к князю Василию. В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке с одной звездой по-домашнему вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Лоран. — По-французски. — И это верно? — говорил князь. — Князь человеку свойственно ошибаться, — отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором. — Хорошо, хорошо. Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и, молча, но с вопросительным видом, подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери и слегка улыбнулся. — Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь. — Ну, что наш дорогой больной? — сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда. Князь Василий вопросительно до недоумения посмотрел на нее, а потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного. — Неужели? — воскликнула Анна Михайловна. — Ах, это ужасно! Страшно подумать! — Это мой сын! — прибавила она, указывая на Бориса. — Он сам хотел поблагодарить вас. Борис еще раз учтиво поклонился. — Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас. — Я рад, что смог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, — сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, предпокровительствуемой Анной Михайловной, еще гораздо большую важность, чем в Петербурге на вечере у Аннет Шерр. — Старайтесь служить хорошо и быть достойным! — прибавил он, строго обращаясь к Борису. — Я рад. Вы здесь в отпуску! — продиктовал он своим бесстрастным тоном. — Жду приказа ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, — отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желание вступать в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него. — Вы живете с матушкой? — Я живу у графини Ростовой, — сказал Борис, опять прибавляя ваше сиятельство. — Это тот Илья Ростов, который женился на Наталии Шиншиной, — сказала Анна Михайловна. — Знаю, знаю, — сказал князь Василий своим монотонным голосом. — Я никогда не мог понять, как Наталия решилась выйти замуж за этого грязного медведя, совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, говорят. — Но добрый человек, — заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика. — А что говорят доктора? — спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице. — Мало надежды, — сказал князь. — А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния мне и Борь. — Это его крестник, — прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия. Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу на завещание графа Безухова. Она поспешила успокоить его. — Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяди, — сказала она с особенной уверенностью и небрежностью выговаривая это слово. Я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем, они еще молоды. Она наклонила голову и прибавила шепотом. — Исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может, его необходимо приготовить, ежели он так плох. — Мы, женщины, князь, — она нежно улыбнулась, — всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать. Князь, видимо, понял и понял, как и на вечере у Аннет Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться. — Не было бы тяжело ему свидание, милая Анна Михайловна, — сказал он. — Подождем до вечера. Доктора обещали кризис. — Подумайте, дело идет о спасении его души. Ах, это ужасно! Док христианина! Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжон, племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерную по ногам длинную талией. Князь Василий обернулся к ней. — Ну, что же он? — Все то же. И как вы хотите, этот шум! — сказала княгиня, оглядывая Анну Михайловну как незнакомую. — Ах, милая, я вас не узнала! — счастливой улыбкой сказала Анна Михайловна, легкой иноходью подходя к племяннице графа. — Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались! — прибавила она с участием, закатывая глаза. Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась, и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя. — Борис! — сказала Анна сыну и улыбнулась. — Я пойду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, мой милый, покамест. Да не забудь передать ему приглашение от Ростовых, они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет, — обратилась она к князю. — Напротив, — сказал князь, видимо, сделавшийся не в духе. — Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека. — Сиди тут! Граф ни разу не спросил про него. Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу. Официант повел лезтью. Продолжение следует... Официант повел!